Привет-привет, всем доброе утро! Сейчас после душа, после завтрака сразу хочу донести на себя уход, потому что кожа как будто стянута, тем более у нас до сих пор работает отопление, мне кажется, еще долго будет включено и дома очень сухо, несмотря на увлажнитель воздуха, который, кстати, нас выручает, он всегда включен на максимум, у нас влажность 54-55%, это максимум. У меня новая сыворотка, я сейчас буду при вас первый раз ей пользоваться. Ой, какая она жидкая! Я не привыкла к таким. По ощущениям, как действительно жидкий такой гель, крем-гель наношу. Не знаю, мне кажется, я более плотно и люблю, по крайней мере, на зимний сезон. Вот это, мне кажется, идеально будет летом, но не знаю, я только наношу, еще не могу сделать выводы. Надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение, не забывайте, что мы сами настраиваем себя на этот день, опять же, поэтому называется настроение, это ваш настрой, от вас зависит. От того, какие намерения на этот день вы поставите, может, вы захотите просто дать себе отдохнуть и полежать в кровать и посмотреть видосы на YouTube весь день, и в этом тоже ничего плохого нет. Нужно, конечно, отдыхать, нужно наполняться, вот этот ресурс, чтобы был... Чтобы вы мне не сказали, что у меня этикетка тут эта, надо ее отрезать. Без бальзама для губ я жить не могу, у меня в каждой сумочке абсолютно везде бальзамы для губ. Это, кстати, тоже новый, так что попробуем, надеюсь, он плотненький. Да, отлично, он вообще без отдушек, я даже не особо чувствую его. После сыворотки, кстати, немножко липкое лицо, я такое не люблю, но я сразу наношу крем, и тогда все идеально, мне кажется. Так и должно быть, хотя не знаю. Я открываю новый, потому что на все лицо крем у меня закончился, остался только на все лицо вот от этой фирмы с SPF. Этим я буду пользоваться, когда там весна уже будет заканчиваться, когда солнце прям такое активное будет, опасное. Кстати, можно в погоде посмотреть, какой ультрафиолетовый индекс и чем он там выше, по-моему, выше двух, то есть там 3, 4, 5. Это все, это свидание, нужно сразу SPF им пользоваться. Поэтому вот тот крем пока у меня лежит. Этот называется крем под глаза, но кто мне мешает нанести его на все лицо? Сейчас часик так похожу, а потом красное-красное как рак буду, хотя у меня кожа вообще ни на что не реагирует, поэтому я думаю, мне все подойдет. У меня ни на что высыпаний нет, вообще никаких реакций. Фу-фу-фу-фу, так было всю жизнь, надеюсь, так и будет. Добро пожаловать в наше кулинарное шоу. Сегодня мы с вами будем готовить высушенные волосы с новым средством для объема, буду его пробовать. Также моей термозащитой, я ее очень полюбила, там в наборе две штуки было. Одна уже вот, ну не то что половинка там, но она хорошо, так у меня уходит, я прямо очень много пшикаю. И наношу на кончики масла на остатках ладошек уже просто по всей длине еще, чтобы не особо пушистые они были, более приглаженные такие. У меня волосы довольно тяжелые, поэтому даже со всеми средствами у меня объем не будет долго держаться, даже с лаком сильной фиксацией. Я пробовала все, мне кажется. Может, конечно, подействовать на моих волосах начес, вот этого я не пробовала, но, если честно, я не особо хочу, потому что я как представлю, как распутывать потом эти волосы. Тем более, я не хочу мыть голову каждый день, а как уснуть с начесом, я вообще не понимаю. Поэтому я иногда зацепляю таким крабиком, у меня он, правда, только большой, потому что у меня нет маленьких заколочек. Я бы так с заколкой ходила, мне очень нравится вот такая прическа, но когда вот тут там ничего не торчит, но все равно я зацепляю, хоть чтобы какой-то объем остался, пока я делаю остальные дела, либо крашусь. Вот сейчас я нанесла карандаш на губы, вот такой у меня карандаш, обожаю его, про него всегда все спрашивают. Я, когда его наношу вместе со своим блеском, то все, это идеальная комбо, у меня ощущение, что у меня прям вообще такие большие губы. Не скажу, что я о них мечтаю, но подчеркивать свою красоту, тем более, я никак не выхожу за контур просто такими яркими оттенками. Это, мне кажется, замечательно. Я еще хочу попробовать вот нашумевший клоранс, он давно производится, просто сейчас он такой довольно популярный стал, и тоже вот примерно такой оттенок. Хочу его найти где-нибудь с вами по магазинам, походим, возьмем. Я сейчас, получается, все для себя сделала, потому что краситься не хочется. Вот это мой максимум сегодня. Сейчас 9 утра, я встала, я еще поздно встала, я встала где-то в 6.35, может, меня на Сип разбудила, он кофе мне всегда в постель приносит, поэтому я даже не снимаю, как я утром делаю кофе. Я могу снять днем, когда я делаю эспрессо, но когда она Сип мне капучинка приносит, я еще сплю, и плюс за окном еще темно, когда мы встаем, потому что сейчас рассвет где-то в 7.10. Кстати, я попыталась снять рассвет и поняла, что нам нужно помыть окна. Я, наверное, сейчас этим и займусь, у меня такой настрой на уборку, и даже хочу погладить постельное белье, оно у нас высохло. Я глажу по настроению, я этого не стесняюсь, что у меня иногда неглаженное постельное белье, я обычно всегда глажу только наволочки, а все остальное, вот если есть время, если прям есть желание. Поэтому вот я сейчас смотрю на эту гору, которая постиралась, белое постельное белье, бело-серое, и хочу ее отгладить, сложить и убрать до следующего раза. Когда я жила с родителями, мне не давали заниматься делами по дому, не то, что мне прям строго запрещали, но мне всегда говорили, господи, ты ребенок, отдыхай, гуляй, бегай, мы сами там уберемся, приготовим, поэтому моя семья, мои родители делали все за нас с братом. И как итог, я выросла очень счастлива у ребенка, мы благодарны родителям за это, но довольно нехозяйственной к своим там 18-20 годам. Когда мы уже начали жить с Носибом, я смотрю, он там, он гладит даже носочки, чтобы вы понимали, короткие белые носочки, просто отглаживает. Я такая, что? И я поняла, что мне нужно учиться, потому что я вообще ничего не умею, я не умею гладить, не знаю там, как на утиге, что настраиваться. Ну, в общем, какие-то бытовые дела, которые, ну, просто обязательны, не в том плане, что я женщина, я должна, наоборот, опять же, я говорю, это Носиб все делал. Но мне хотелось это изучить, и я понимала, что, ну, моя жизнь как-то с этим связана будет, я люблю чистоту, люблю уборку, люблю отглаженные вещи, люблю отглаживать сразу после стирки, а не перед выходом в последний момент. И поэтому, знаете, что я вам скажу? Оказывается, на утюге есть функция, я без нее жила, ну, года два, наверное. Я сначала вообще утюг отрицала, у нас был только отпариватель, но когда нужно гладить постельное белье или джинсы, то есть какой-то плотный материал, то отпариватель не подходит, и мы сдались. Все-таки взяли гладильную доску и утюг. Знаете, что я сейчас нашла? Вот спустя, я не знаю, сколько лет, сколько я глажу, что оказывается, здесь есть переключатель, можно включить постоянный пар, и, по сути, это утюг-отпариватель. Это вот какая-то инновация, я не знаю, может, это и на старинных утюгах было всегда. Я не в курсе была, что этот рычажок вообще можно двигать, хотя видно, что тут разные кнопочки. И, в общем, вы, наверное, слышите, он сейчас отпаривает, и при этом я глажу, и это очень быстро происходит, особенно это заметно на плотных тканях. Знаете, такие футболки плотные, рубашки, просто идеально. Если я поднимаю, пар останавливается. А раньше я не знала, что это можно включать, и я вот так отдельно делала. Оно не делается постоянно, тем более оно шумит, и когда слишком много воды сразу тратит. Я включаю, и как только я наклоняю, он начинает издавать пар. Магия! Лайфхаки для тех, кому за 20 или кто съехал от родителей. Продолжение следует... Мы сейчас на Сибом пришли попить кофе, блинчик скушали. Правда, тут очень громкая музыка, я не знаю, получится ли что-то поснимать. Вон он тут играется с моими браслетами. Красавчик такой сидит, посмотрите. Тут еще освещение плохое, я стараюсь вот от окошка немножко снимать. Но такое настроение хорошее, за окном дождь идет, у нас 0 градусов, все тает, уже весна. И все люди бегут на работу, а мы просто вот сидим и кушаем здесь. У меня сейчас вообще большая мотивация снимать, потому что я вижу и просмотры гораздо выше, чем у меня обычно, там раза в 3, в 4. И я регулярно теперь выкладываю шорты на YouTube два раза в день, и они тоже там очень много просмотров набирают. С этого идут подписчики, смотрят мои блоги. Мне же, как создателю канала, показывается вся эта статистика, сколько человек с одного видео подписалось, сколько человек перешел на другое видео. Поэтому это очень интересно анализировать, и из-за этого хочется снимать, сразу монтировать, выкладывать, чтобы был актуальный контент, и чтобы вам также нравилось. И вот моя главная поддержка, которая в каждом влоге появляется, потому что мы 24 на 7 вместе, не устаем друг от друга, не скучаем. Даже сейчас мы были дома, и на Сибу нужно было по делам, мы вместе поехали по этим делам, и сейчас отсюда приехали в центр, в копеечку. Я помню, как ты, когда я работал каждый день, со мной на работу я ездил. Это было, да, из-за того, что я толком чем не занималась, у меня вообще не было, ну, ни дохода, ни детей. Да нет, ты была блогером, ты занималась блогом, монтировала, там, смотрела всякие курсы, там, ну. Но я только начинала, да. Ну, все равно, как бы, тебе было чем заняться, но просто из-за того, что ты меня не видел, ты так скучала. Я помню по сей день твои глаза, когда вот прям ехала со мной за 2 часа до моей работы, чтобы мы погуляли эти пару часов, может быть, час, чтобы хоть какое-то время со мной поплывали. Это, на всякий случай... Оправдание такое. Насип тогда мог работать, там, знаете, 7 дней в неделю, один выходной. Я думала, ну, как мы будем гулять в этот его один выходной, если после 7 рабочих дней он работал на ногах, типа, по 16 часов в день. И я его буду звать куда-то гулять, и мы поэтому иногда перед его работой ездили, потому что он всегда работал в центре. И я снимала там контент, по сути, на весь день, из красивых мест, фотографировалась. А Насип потом шел на работу. Обалдеть, время было. Ну, я снимал, чего все равно ходил, как бы было. Это, наверное, 2020 год был? Или даже начало 2021 уже? 21 уже. Куда раньше, позже? Мы уже жили на этой квартире, это 2021 год был. Обалдеть. По сути, так недавно было? Почему давно? 3 года. Это достаточно такое большое все. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь перешла в спортзал, еще сегодня пойду в баню, поэтому хочу искупаться, там голову помыть в баню, в хамам Редко принимаю душ в спортзале, но когда хожу вот где я, очень сильно потею, допустим, в хамаме, где влажность, я не знаю, в миллион процентов То, конечно, нужно душ принять, и я прижившу сразу, и я быстро сушусь феном, беру просто с собой термозущиту и все остальное Все моются, так что нормально Я хотела вам рассказать, я думаю, что я еще в Вологине рассказывала, какие-то новости были, мне кажется, новостей несколько Но я хотела вам показать, что мой брат взял котенка, кошечку уже, это, наверное, было месяца полтора назад И я думала, я расскажу, когда я приеду прям поснимать, ну, то есть я тоже там в квартире, а я была в квартире у брата, куда он переехал До появления кошечки, там уже были все игрушки, он лотки все подготовил, он очень ждал, он проходил несколько собеседований, чтобы эту кошку ему дали И сейчас она у него, и мы придумываем ей кличку, вот уже, я не знаю, второй месяц, третий, может, даже уже месяц Она рыжебелая, поэтому мы почему-то думаем облепитка или что-то такое, но что-то покороче хочется Брат очень нацелен на то, чтобы назвать так, чтобы была шипящая или свистящая буква, звук Чтобы кошка откликалась, я не знаю, как это устроено у кошек, но, думаю, кошечки меня поняли Поэтому, если у вас есть идеи, на кого, на что она похожа, как ее можно называть, то напишите, пожалуйста, в комментариях А мы пошли дальше заниматься в спортзале, вот носик мой Расскажите про ваши успехи Глава просто Мы только начали, а ты уже сейчас вырубишься с таким весом Кстати, фильм, который мы смотрели, который вы видели, называется «Бедные и несчастные» и так называется Все о нем сейчас говорят, по крайней мере, все блогеры у меня про него пишут Я согласна, что он снят очень красиво, музыка красивая, цветокоррекция, красивые переходы Это, ну, прям как будто новый уровень какой-то Мне, как человеку, создающему контент, очень интересно было смотреть именно со стороны съемки Но так, чтобы пересмотрел я фильм или нет, нет, но с другой стороны я фильм не люблю Говорят, что там глубокий смысл и всем очень понравилось, не знаю, для меня слишком откровенно пошло, что ли было Я смотрела только именно на съемку, на музыку, на грим Ну, по сути, в нашей жизни это и есть сплошная пошло, по сути Ну, вот это мужское мнение Да Фрейд о чем писал, что забыла? Если вы когда-то собираетесь погулять с Васимомом, он вам постоянно будет про книги рассказывать или рассказывать всякие книги Может, ждать надо, не учитать Аня и тяжелый вес, пожалуйста Ну-ка, все, да? Офигеть! Ты из... Я его сломал Сколько делала я, вот, и сколько делает Насим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok